все девочки мы уже в больнице на химиотерапии 1 в нычку курит а другая в нычку снимает пожалуйста одна курит другая другая снимает мы сейчас подумали если нас здесь поймают выгонят нас нафиг из больницы сейчас покажу вам тубик наши больнички здесь так классно смотрите здесь туалет здесь душевая две душевые вот так у нас выглядит туалет всегда цветы большое зеркало всегда все чистенько всегда есть полотенчика такие бумажные для того чтобы ручки вытирать сначала пользуешься мылом моешь ручки вытираешь их этими салфетками потом пользуешься обязательно спиртовым дезинфектантом всегда все полное душевые всегда чистые внутри в туалет тоже всегда чистенько есть всегда запасная туалетная бумага такие вот мешочки бумажные для того чтобы туда прокладки выкидывать и вот такие вот салфетки для дезинфекции крышки унитаза никогда нет никаких запахов везде абсолютно везде вот есть вот эти вот красные нитки для того чтобы звать на помощь эти нити есть и в лифте абсолютно везде и вот здесь вот возле дверей тоже кнопочка красная кнопочка зеленая на зеленую кнопочку нажимают медсестры тогда когда они ну типа объявляют что все нормально и вот здесь мы нашли место для курения в германии вообще нигде нельзя курить а вот там прямо вот за вот этим вот стеклом уже палаты для больных чувствую я сегодня себя хорошо анализы сдала теперь жду результатов анализов если все будет хорошо меня будут капать а на следующей неделе я хочу записаться чуть позже так как в среду будут оперировать моего мужа и в четверг я не смогу рано приехать в клинику только после обеда сейчас тоже 12 часов сегодня мне было назначено на 12 часов и это чуть-чуть напрягает ждать полдня пока весь начнешь копаться и еще и неизвестно состоится ли или не состоится а а а а а а а а девочки а я сижу на капельнице капаюсь лейкоциты высокие 6 и 4 6 и 4 шоссе это классно лучше чем я могла ожидать вот мои бутылёхи вот это николита курильщица и мы тут сами одни-одинешинки нас оставили никого нету медсестры нету но это запасная комната в той большой комнате не оказалось для меня места и меня сюда завели и оставили одну одиночку вот так вот выглядит наш кабинет так что мы воспользовались этим шансом и поснимали здесь чуть-чуть для вас чтобы вы имели представление как выглядит меня чуть не застукали что я снимаю все выключаюсь я капаюсь на протяжении уже четырех часов уже на улице темнеет мне кажется что меня здесь ночь поймает уже надоело но со мной верный помощник как всегда ждем осталось еще совсем чуть-чуть девчонки мы в больничном лифте и мы спрашиваем себя для чего в лифте поставили розетку николета сказала что если останемся здесь закупоренными на два-три часа заблокируется двери чтобы можно было зарядить телефоны сидеть в фейсбуке не слушай никого кто скажет будто ты чего-то не можешь если есть мечта оберегай люди которые чего-то не могут будут уверять что и у тебя не будет оставился добейся и . еще один чувак сидит снимает что-то на камеру мы тут не одни девочки все закончилось моя терапия все прошло хорошо лейкоциты были вновь норме сейчас мы уже почти дома зашли покушать и я девочки посмотрите какая у меня здесь красота это не да а просто спектакль так аппетитно выглядит что даже жалко эту красоту портить сейчас и кушать и картошечка это у артема мясо артем ты хищник а у дарина печеночка за какая-то специальность греческая печенка во фритюре а мясо к артем печенка печенка печень печень не знаю чай говяжья или свина я не знаю депут 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 депор говяжья печень у меня это вообще шедеврально блин как жалко это все портит еще хлебушек с чесночком и вот такая греческая пита вот там вот букву все приятного мне аппетита о важности быть замужем и тут я намеренно не ставлю ударение на первый слог за то есть не замужем а замужем вы знаете можно быть и за мужчиной это тоже неплохо но эта тема другого видео сегодня я хочу разобрать ценности и обосновать вам как важно быть за своим законным мужем что такое замужество это союз между тобой и твоим мужчиной законно оформлены но по сути своей да да верно брак порождает собой взаимные права и обязанности это ведь моему большому сожалению очень многие наши женщины обделены тем счастьем дабы ихний муж имел понятия этого выражения обязанность за жену детей за это единство семья но как ни странно именно эти мужчины но в большинстве своя поразительно верно знают что должна делать для него его жена вы не подумайте нет я не фрегитная брошенная феминистка которая готова сейчас выходить с панкардами на площадь и яростно выкрикивать что все мужики козлы нет 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 даже наоборот я считаю что есть порядочные и непорядочные женщины порядочные и непорядочные мужчины достойные и недостойные женщины а также достойные и недостойные мужчины человеческие качества ну они вообще не делятся по половому признаку даже хочу сказать что я как-то вот легче нахожу язык с мужчинами так как в женщинах есть ну немного больше какой-то скрытой зависти поэтому с мужчинами зачастую мне намного чаще легче дружить но 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 я девочка я считаю что раз бог разделил нас на сильный пол и слабый пол так не закономерно ли чтобы мужчина всячески охранял оберегал и создавал женщине чувство комфорта охрана и оберег ну это не то проявление мужества когда он там машет кулаками на улице нет 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 это чувство спокойствие что если ты допустим завтра не сможешь выйти на работу ну из-за болезни допустим что в доме не останутся неуплоченные счета за газ воду электричество чувство комфорта рядом с ним так это тоже это неприятное времяпровождение когда там знаешь но мая цветы и шашлычки и все само собой располагает к расслабону нет это опять же чувство спокойствия за то что ты не должна думать по ночам что детям нужны сапожки на зиму или на чем блин еще мне сэкономить для того чтобы остались деньги еще и на пуховички старые совсем малые стали и нормальное человеческое желание чтобы в доме в холодильнике была еда да это не меркантильность мужчины а помните есть мы не становимся меркантильными просто-напросто из-за того что мы хотим кушать или из-за того что мы иногда хотим парфюм чтобы приятно пахнуть или из-за того что изредка хотим на море вот очень часто я слышу как парни говорят о своих будущих женах или невестах что она красивая искренняя скромная хорошо готовит с образованием тогда почему же когда женщина говорит что ее мужчина щедрый добрый заботится о ней балует ее ее считают почему-то корыстной или практичной что разве такая вот принцесса со всем пакетом качеств должна вот все делать для своего мужчины и ничего не ждать взамен ну да да-да-да да-да мужской пол не наверное возразит конечно вот вот подожди вот это вот это их не любимико-любиминка-любиминка подожди надо в роль войти А как же? Душа... Да, душа... Душа это серьёзно. И вообще, она прямым образом отвечает за то, что я сегодня хочу донести. Читаю. Понятно вам, что такое душа? Душа... Это не то слово, которое обычно употребляют ленивые, слабые, инфантильные мужчиночки, у которых ничего нет. Ни денег, ни желания работать, ни терпения о ком-либо заботиться. Но есть якобы душа, вот что немаловажно, часто ранимая, которая при встрече жизненных проблем портится, ломается и уходит искать исцеление там, где ему спокойно. Ну, по сути, там, где мозги не ебут. Ну, так вот, девушки, замужем можно быть по-разному, но очень ценно быть за своим надёжным мужем. Мой муж самый сильный в мире мужчина. Но это для меня, конечно. Он никогда не предаст. Я ему доверяю настолько, что могу отдать ему все свои чувства, ум, зрение, мышление. Я знаю, что он сможет всё делать для меня правильно. Думать, дышать, видеть. Даже лучше, чем делаю я это для себя самой. Мой муж воспитывает моих детей. И я уверена, что он воспитает из них настоящих людей. И неважно, будут ли они инженерами, врачами или сварщиками. Главное, чтобы они выросли настоящими людьми. Мой муж, когда я заболела гепатитом, и его врач попросил тоже сдать анализ на антитела, он молился Богу, чтобы и у него нашли гепатит. Так как у него на тот момент была страховка, а у меня нет. И ему дали бы лекарство, которое стоит 60 тысяч евро. А он отдал бы это лекарство мне. Он был готов отдать мне своё здоровье, чтобы здоровой стала я. Вот это значит ответственность и любовь, а не мяуканье серенад под окном. Вот это значит быть замужем. Ты моя нежность, ты моё небо, за тобой встану, где бы ты ни был. Ты моё сердце, ты моё чудо, обниму нежно. И с тобой буду.